Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар+. Сегодня у нас очередное интересное видео об обновлении, которое пришло на мой смартфон OnePlus Nord 2. Это обновление касается приложения Wear Pro, обновление которое создано для того, чтобы синхронизировать часы DT01 марки DT. И, собственно, давайте посмотрим, какое же обновление, что из этого у нас тут пришло и какие вообще изменения, с чем его, как говорится, едят. Вот наше обновление, собственно, Wear Pro. Не обновление, вернее, а приложение. Об обновлении поговорим немножечко позднее. Давайте вместе с вами посмотрим, какое же это у нас установлено сейчас обновление. То есть, было обновление 24.3 программного обеспечения. С тех пор прошло буквально две недели и вот компания Wear Pro выкатывает еще одно свеженькое обновление для приложения. Но, друзья, смотрите, внимание, вы его здесь в стандартном виде не найдете. То есть, версия ПВО у нас идет вот такая, но это больше, как бы, скажем так, здесь появляется обнова какая-то, когда это связано конкретно с какими-то кардинальными изменениями именно в часах самих. Часы плотно привязаны к приложению, хоть и имеют какие-то свои автономные, скажем так, возможности. И сейчас мы поговорим об свежем обновлении. Как его получить? Во-первых, у вас должен установлен быть, если мы зайдем сейчас в Play Market и посмотрим на то, что есть ли какие-либо обновления этого приложения. Мы их, друзья, не обнаружим, как видите. Просто вот не обнаружим. Подробнее два обновления, но это не касается, собственно, нашего конкретного. Смотрим дальше, друзья. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы получить это обновление, мы входим в Huawei Gallery, App Gallery. Далее входим в раздел Я, как видите. И тут у нас уже показано, какое свеженькое обновление присутствует. А присутствует у нас версия, друзья, 2.4.4. Изменений здесь не указано, какие они есть. 42,8 мегабайта весит данное обновление. Даже если мы кликнем сюда, то тут не показано, опять же, какие изменения будут и так далее. Но, тем не менее, друзья, однозначно сейчас это обновление устанавливаем. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу часов X8 Ultra, которые у нас идут на WearFit. Они есть также и в марке DT, ну, то бишь, это копия Apple часов, Apple Watch 8 Ultra. Устанавливаем сейчас. И, собственно говоря, хотел бы узнать ваше мнение, стоит ли их брать на обзор или нет. Напишите в комментариях, друзья, как вы считаете, будет интересно. Но там уже будут на приложении WearFit. Интересно, как бы, конечно, лично мне хотелось бы изучить данные возможности. Но, что-то мне подсказывает, что там все одинаково будет. И, собственно говоря, не знаю вообще, есть ли смысл или нет. У кого, кстати, есть часы на WearFit, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы скажете. Как они вообще работают или нет. А сейчас давайте посмотрим, пришло обновление наше и как оно установилось, синхронизировалось. Версия 2.4.4. Здесь, я как вижу, ничего нового у нас не изменилось в приложении. Смотрим дальше. Есть настройка карты Google Maps, либо карту непосредственно от самого приложения можно выбрать. Настройки единицы измерения. Фотография наша, друзья, опять куда-то пропала. Хотя была. Вот, допустим, выходим обратно. Они как играются, что ли, вот аватар конкретно то пропадает, то появляется с каждым обновлением. И смотрим, что же у нас снова. Здесь также по-прежнему не обновляется. Можно отвязать устройство. В пункте еще у нас есть раздел не беспокоить. Ежедневный будильник. Напоминание разминки. Напоминание приема воды. Режим напоминания. Но, скажем так, ничего толкового. ЭКГ-тест. Это мониторинг, опять же, нашего здоровья. Функция спикерфон, опять же, чтобы можно было через часы общаться с нашим собеседником. Мой QR-код. Тут для WeChat и другие нюансы. Алипэй, WeChat, QQ, другие QR-коды. Можно здесь синхронизировать. Уведомление приложений. Ну, тут устанавливаются все приложения, которые дают возможность установить данное ПО. Сообщение, уведомление, камера. Камера, в принципе, у нас работает. Как видите, спуск камеры активируется. Уже хорошо. Найти устройство. Все хорошо с этим. Так же и находит. И посмотрим, может, в циферблатах что-то изменилось. Нет, в циферблатах, в принципе, по-прежнему ничего не изменилось. Ну, давайте посмотрим. Поставим какой-нибудь циферблат. Я думаю, вот этот, наверное, может быть анимированным. Кстати, друзья, напишите в комментариях. У меня это пока в планах. Я хотел бы сделать отдельный видос вам о циферблатах, которые на часике DT-01 у нас приходят. Обновленные, там анимированные. Но, хотелось бы отметить тот нюанс, друзья, что вот, кстати, не все циферблаты нормально становятся на часы. Многие даже отказываются становиться. Не знаю, с чем это связано. Опять же, с какими-то багами прошивки, скорее всего. Но, тем не менее, как есть. Вот, перезагружается. Смотрим, опять же. Ну, вот, циферблат у нас сразу же показывает правильное время. И вот такого плана он достаточно реалистичный. Реалистичный, хоть и не анимированный циферблат на Хэллоуин. По-прежнему, друзья, чтобы вот этот ползунок, мне кажется, вообще ни на что не влияет. Обратите внимание, вот такая сейчас яркость. И изменится ли что-то с включением ползунка вверх? Как на мой взгляд, друзья, ничего не изменилось. Один из серьезнейших минусов данных часов, это его яркость. Это их яркость. Ну, я, честно говоря, ничего не могу сказать хорошего по этому поводу. Если бы тут с яркостью было все ок, в принципе, каких-то моментов я бы дискомфорта не испытывал. Но с яркостью проблемы на солнце их не видно. Просто так, друзья. Вот, собственно, и все изменения. Ну, каких-либо изменений я, скажем так, вернее, изменения в отсутствии изменений. Простите за тавтологию. Но, тем не менее, как есть NFC, также можно визитку, e-mail и доступна поддержка незашифрованных карт в диапазоне 13,56 МГц. Вот как-то так, друзья. Это было свежее видео об обновлении, которое пришло. Дерсия 2.4.4 на приложение Wear Pro. Приложение это. Без этого приложения, скажем так, не будут DT-01 работать с вашим смартфоном. Более здесь развернутые функции, чем на Apple. Девайсах при синхронизации с данными часами. В данном случае это Android смартфон. Поэтому, друзья, вы видите все прекрасно сами. Кому понравилось видео, ставим лайк, друзья. Обязательно подписываемся в любом случае на канал. Будет интересно. Я, как обычно, всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...